Больше 300 многоэтажек и полутора сотен социальных объектов остались без центрального теплоснабжения в столице. Дома просто не подключают центральные сети, так как мощностей существующих теплоисточников Астаны критически не хватает. А новую ТЭЦ-3 в этом году так и не успеют ввести в эксплуатацию. Проверим и попытаемся разобраться, только ли в ТЭЦ дело. Центрального отопления не будет, ввиду отсутствия разрешения от Акимата на врезку. То есть застройщик все внутриплощадочные сети сделал, но Акимата не дает разрешения на врезку. И поэтому дома стоит на вот этих автономных котельных. Застройщик тоже несет свои убытки, потому что ему придется нас тоже отапливать. Застройщик обещает в следующем году, возможно, при хорошем финансировании, когда построится ТЭЦ-3, дать отопление. Но по факту конкретных гарантий нет. Этот ТЭЦ появился еще с 2010 года, а строительство началось с 2011 года, почти больше 10 лет тому назад. И тогда шло проектирование активное. Мы, конкретно энергетики, были воодушевлены проектом, потому что, вы же знаете, за 30 лет в Астане не построено ни одной ТЭЦ. А в Астане, к сожалению, как были эти две целеноградские ТЭЦ, так они до сих пор и стоят. И эта ТЭЦ-3, она должна была бы стать неким драйвером экономики и Астаны, и всего, так сказать, столичного региона. Вопрос с дефицитом теплоэнергии, он поднимался еще при всех прежних акимах. Это вопрос строительства ТЭЦ-3, который очень долго обещают. Планировали его начать строить в 2015, закончить в 2018. Мы видим, что сейчас провели очередной анонс. Планировали завершить строительство уже в 2022 году. Этот анонс не сбылся, в конце 2022 года планировали. Сейчас будут завершать якобы в конце 2023 года. При этом вопрос с теплом-то не решается. Попасть на ТЭЦ и получить комментарии от застройщиков нам не удалось. А Акимат, выступающий в роли заказчика, выдал лишь скупые письменные ответы. Читаем. Общая стоимость проекта – 122 миллиарда тенге, из которых на сегодняшний день освоено 86,1 миллиард тенге. Причиной неоднократного переноса сроков строительства является недофинансирование проекта. Мы с вами, опять же говорю, можем не знать всех тонкостей, почему она до сих пор не запущена, и почему она до сих пор находится всего лишь в 70% готовности. Не забывайте, что она началась в 2011 году, в 2017 у нас было Экспо, мы там аккумулировали все возможные деньги, которые были. Потом пришлось переделывать ее, полностью проект переделывать на газ, потому что она же угольная считалась. А хватит у нас газа? Но нам с вами, не находясь там, внутри этих государственных органов, остается только верить и доверять тем словам, которые говорят чиновники. В причинах недостроительства можно только догадываться. Если говорить о недофинансировании, имеет место быть. Если смотреть на объекты, которые строятся за госденьги, любое промедление, любое недофинансирование приводит к тому, что этот проект задерживается в сроках, первое. Второе, этот проект необходимо уже пересматривать в части стоимости, потому что ценник-то тикает, материалы у нас в росте стоимости, они не останавливались. Как идет тенденция в рост стоимости материалов, так же идет тенденция в рост стоимости работы услуг, зарплаты растут и так далее. В результате государство переплачивает несколько раз. В текущем отопительном сезоне имеется дефицит топливной энергии в количестве 250 гикокалорий. Для покрытия дефицита ведется следующая работа. Введение ограничений на вентиляцию в торгово-развлекательных центрах и отопление паргингов. Необходимо действовать более методично и пошагово. Самые первые задачи, которые Астана Теплотранзит и Акимат должны были сделать еще 5 лет назад минимум, это провести балансировку всего города. У нас на правом берегу города весь старый жилой фонд, он абсолютно не подлежит балансировке. В зависимости от температуры на улице, температура в домах отопления не снижается. Соответственно, там жарит так, что мало не покажется, и люди закрывают батареи одеялами, чтобы у них не было слишком жарко дома. Но при этом ни Акимат, ни Астана Теплотранзит не пытаются сделать так, чтобы эту балансировку провести на территории старого города. Это огромный пул жилого фонда. Я полагаю, что очень большие мощности высвободятся, если провести вот эти мероприятия. Если бы тепло имело бы справедливую цену, то, соответственно, все вот эти проблемы, они бы сами по себе, так сказать, нивелировались. Почему? Потому что то, что дешево, оно не экономится. И то, что мы не видим, то оно не особо, так сказать, на него не обращаешь внимания. Строительство домов должно быть с учетом индивидуальных тепловых пунктов. Была хорошая программа. Это было лет 10 тоже назад, если не больше. Она называлась, значит, модернизация ЖКХ, система ЖКХ. Она предполагала приведение старых хрущевок в некое, так сказать, нормальное состояние. То есть установка индивидуальных тепловых пунктов, реновация самих стен, домов. ТЭЦ-3 вот в этом районе строится. Смотрите, очень длинная сеть, очень длинная сеть, чтобы обеспечить эту часть теплом. Да. Поэтому здесь для компенсации потери теплоэнергии планируют построить котельные на газу. Котельные, которые этот район, вот, левого берега будут отапливать. Резерв добавится, но, в принципе, он добавится не на долгосрочную перспективу. На один год строительства. В любом случае, в любом случае, без газовых котельных не выгребут. А их вообще начали уже строить? Нет. Для решения вопросов дефицита топливной энергии Акиматом города ведется проектирование и строительство трех газовых котельных. Мощность газовых котельных позволит покрыть существующий дефицит и охватить теплом будущие районы застройки. Поэтапный ввод газовых котельных запланирован на 2023 год. Немножко пугает, потому что, а вдруг это не на год? А вдруг это... Потому что и сам Аким не раз озвучивал, что ТЭЦ не тянет. Застройка идет масштабная. Как так можно? Сначала нужно вот эти мощности предусмотреть, прежде чем строить. Это вот смотреть, какая застройка идет. Это получается, сколько людей будет на автономном. И вряд ли каждому застройщик будет тоже переплачивать. И вообще, когда это все у нас нормально будет? Можно кому-то сейчас предъявить официальные претензии? Ну, полагаю, это будет предельно сложно. Здесь наступит момент, когда наступит коллективная безответственность. Условно, дольщик обратится к застройщику, скажет, ты мне обещал. Давай. Застройщик в этот момент скажет, у меня есть техусловия, иди к теплотранзиту. Это теплотранзит, скажет, Акимат не построил ТЭЦ-3. И в результате, я полагаю, что этот иск ни к чему не приведет. Только к Тегамотине. Правда, хватало бы иск Министерства энергетики, чтобы они вернули пункт 22, правил пользы электрической энергии. Мы специалисты энергетики, здесь написано черным по белому. Мы видим, что здесь строители ни при чем, на самом деле. Непродуманная инфраструктурная политика. Две причины. Первая – это отсутствие перспективных планов развития столицы в области теплоснабжения. Никто не знает, ни на сайтах, нигде нет. И второе – в продолжении того, что нет схемы теплоснабжения, уже построенные объекты без каких-то перспектив развития города позволили, или в кавычках позволили, привели к тому, что сегодня никто за это ответить не может. К сожалению, последние 6, может быть, 10 лет в погоне за некими рейтингами мировыми у нас были изменены или практически исключены некоторые положения основополагающих нормативных документов, таких как правила пользования электрической энергии, правила пользования или предоставления коммунальных услуг. Были внесены некоторые изменения, которые сегодня нивелировали деятельность государственных органов по контролю, надзору этих таких объектов. Поэтому нужно возвращать все эти нормативные документы. Даже если ТЭЦ-3 введут в эксплуатацию уже в будущем году, как обещают на этот раз, но обещаний было таких уже несколько, эксперты сомневаются, что это надолго решит проблему теплоснабжения столицы. Все уверены, здесь нужен комплексный подход и не только строительство ТЭЦ. Ну а все выпуски нашей программы вы сможете посмотреть на сайте 24КЗ.